здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор разбор которого вы просили и ждали очень давно и наконец то лучше позже чем никогда это свершается да ну не буду откладывать в долгий ящик наш разбор и первый фрагмент сразу же включаю только немножечко как неуловимый джо я побегаю по экрану чтобы не загораживать нашего главного героя и так я включаю первый фрагмент из которого вы поймете насколько действительно человек занимает пророссийскую позицию насколько он поддерживает эту с в и так далее давайте смотреть выпустив песню станем я в общем-то и мы сразу видим что идет голова в плечи чувство вины и руками разводит то есть разведение рук это когда человек знаете вот когда человек падает он разводит руки чтобы ухватиться это такой знаете испуг и по большому счету я здесь не вижу уверенности вот спросите любого украинца а его позиции да вот в данном конфликте да и я уверена что там будет намного больше эмоций потому что действительно затронута затронули каждого человека за живое это это реально очень серьезно да здесь же мы видим что человек пугается и человек мало выдает эмоций мало того идем дальше видите вот разводит руками ранее уже загадить готовьте и радость пошла на том что сейчас как говорится сани след дали как-то там пошли 2 января до всех этих событий видите значит радость пошла на том что он вспомнил готовь сани летом да то есть радость от того что песня просто выстрелила во время а не от того что он действительно занимает какую-то позицию насчет позиции мы разберемся да ну вот эмоции пошли на этом то есть эмоции все-таки есть и эмоции и обратите внимание что когда он сказал до этих событий да и облизал губы губы мы облизываем когда мы хотим что-то попробовать да и соответственно ну ему это нравится да нравится и действительно любому исполнителю это будет приятно если песня как раз выстрелит туда куда надо а здесь получилось так что песня выстрелила и он говорит именно об этом сейчас идем дальше видите вот выпустил песню станет тем самым сделал выбор в пользу своей страны и обратили внимание и как он это сказал в пользу своей страны и вопросительная интонация то есть он сам не понял он сам не понял но самое важное что песня выстрелила да и поэтому тут уже как говорится ну да наверное надо встать в эту очередь да ну вот он как бы спрашивает я в пользу своей страны сделал выбор он он нас спрашивает то есть вот здесь неуверенность дальше смотрите наблюдаем за его реакции сейчас без звука видите качает головой нет отклоняется плечо не знаю видите ежица отвращение то есть видите как много жестов неуверенности он не уверен он испугался вначале испугался вот это разведение рук потом вопросительная интонация потом много эмоций которые не говорят об уверенности человек уверенный в своей позиции будет говорить более эмоционально да и вот если посмотреть его интервью о каких-то вещах он говорит более эмоционально да даже в этом фрагменте когда он говорил о санях которые летом до готовить надо он говорил с радостью у него загорелись глаза он это ну больше эмоций нам показал а здесь получается больше зажатости больше неуверенности из чего я сделала выводы что так получилось что ему пришлось занять эту позицию потому что песня выстрелила как раз на ту аудиторию которая сейчас находится в этой позиции то есть он находится в этой позиции только потому что ну вот до кучи что называется вместе с песней надо поэтому ну я решила копнуть дальше и разобраться в чем же дело в чем почему человек вот так вот ну я считаю пошел на сделку сосу совестью но давайте разбираться вместе почему до причины он об этом обо всем но как бы он много чего рассказал на интервью и давайте вот некоторые фрагменты я вам покажу и мы мы сделаем выводы а в конце я еще по натальной карте вернее по космограмме покажу некоторые вещи которые действительно ну вот в отношении этого человека я считаю что были важными почему я шел так то есть он говорит о том что он очень долго шел из долгие годы для меня конечно это просто ну осуществление моей мечты была мечта мечта мечты сбывается если много работать я много работал правда я 15 лет пробивался и вот это тот как раз лучшее что ну реально не было помощи вот если я мог бы там как то сейчас я не какие-то да и что касается 15 лет то там действительно так вы видели что эмоции действительно открытые много смотрит вниз ощущения до в ощущения а здесь обратите внимание дальше пошло пошел вот этот закрытый жест он закрывает закрывает нос и о чем это говорит и обратите внимание что никто не помогал и идет зажим то есть все таки невзирая на то что он это везде говорит все таки я в этом сомневаюсь и кто-то да помогал вот сто процентов потому что вот это вот закрывание и он смотрите уже прям съезжился опустил глаза не смотрит это это совсем не взгляд в ощущение это совсем другое то есть когда он вспоминал как он шел он это говорил с эмоциями действительно это было тяжело на а сейчас он закрылся и не хочет эту тему развивать вот посмотрите как он вот 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 закрывается закрывается таким образом закрывается и не хочет эту тему развивать слава богу народ мне поверил я сейчас понимаю какая нам не ответственность и это это достаточно сложно но но я постараюсь вас ребята не разочаровать я с вами и и видите как натягивает уголки рта то есть я хороший посмотрите на меня и осмотрите поджимает подбородок ему очень неловко но вот в моменте когда он говорит никто не помогал там что-то спрятано это я вам говорю потому что ну вот именно в этом моменте идет зажим да даже вот зажим идет и в том что он смущается да он говорит перед своими зрителями да перед своими слушателями и смущается и это понятно да потому что он обращается к аудитории и ну может быть ему неловко да вот какие-то обещания давать но он даже не так смущается чтобы закрывать нос вот так вот рукой то есть вот там есть что-то кто-то все таки помогал идем дальше потом она приезжает и вот еще один момент где он также делал через месяц говорит слушай у меня там опять какие-то дела образовались давай я уеду еще раз и уезжает уже допустим не на неделю не надо я уже на на три недели это он рассказывал о своей жене как она уезжала постоянно и почему они развелись то есть вот вот это вот когда есть что скрывать то есть там еще что-то было понимаете что-то еще было но в общем то мне как-то это не особо интересно и вот что касается вот самого интервью здесь не было каких-то уточняющих вопросов поэтому значит оставим это на в общем то эту тему не будем раскрывать дальше просто я хотела вам показать что этот жест у него присутствует на тех моментах когда он что-то скрывает идем дальше следующий фрагмент это огромная ответственность потому что я считаю что музыка оказывает огромное влияние на слушатели этому просто куча примеров можно привести и я прекрасно понимаю ответственность потому что я скажем так ну мы же не пойдем лечить свои болезни к доктору без образования и без опыта мы пойдем к хорошему специалист смотрите как он оживляется и действительно это его сильная сторона мы знаем что он долго шел к своему успеху он много учился и сейчас вот прям он вас воспрял до поднял челюсть и эмоционирует это это здорово это действительно так и здесь он что называется садится на своего коня 100 а сцены это в общем-то душа состояние души поэтому мы влияем на души людей на психику людей настраиваем их на определенная нас то скажем так позитивную я надеюсь настроение видите и вот это вот позитивная и оговорочка я надеюсь настроение до говорит о том что все-таки он сомневается сомневается в своем выборе надо безусловно он рад тому что песня выстрелила но смотрите сколько много жестов вот сейчас без звука пойдет то есть вот на лице обратили внимание челюсть пошла вниз и мне кажется был еще было еще поджимание подбородка дальше лукой он как бы отсаживается и локтем держится за спинку вот спинку стула да ну кладет руку на спинку стула таким образом он немножко отстраняется он говорит информацию но сам этой информации пугается дальше сейчас второй рукой не видно но он гладит колено он склонил голову то есть здесь вот много опять таки неуверенности вот он да он понимает ответственность да он как профессионал в себе уверен но в том что он несет он не до конца уверен вот такая история дальше идем следующий фрагмент вот я пыталась собрать все аргу ну не всех в окраине мере те которые посчитала важными аргументы которые ну вот склонили его к этой позиции да и давайте смотреть еще а в этом как раз и заключается мне кажется секрет такого внимания который сейчас идет ко мне то есть ты все это продумал обязательно обязательно конечно нет нет ни одной случайной детали я специально все это дело это 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 сделано просто для того чтобы чтобы развлечь людей в хорошем смысле этого слова заставить их смеяться оставить их плакать делать с ней скажем так выступать быть интересным для людей в первую очередь потому что так или иначе но всегда интересна какая-то загадка да просто было бы дико скучно если дело просто выступал бы в костюме по стойке с мир но здесь конечно же я с ним даже спорить не буду действительно в шоу-бизнесе нужно чем-то зацепить и то что он продумал весь свой образ это что он шел к этому 15 лет говорит мне о том что перед нами очень хорошо аспектированный пара параноял который четко знает свою цель и четко к ней идет и это очень важно важно в том смысле что параноял это тот человек который но вижу цель не вижу препятствий он может сделать все что угодно для того чтобы достичь цели ну в общем то здесь ну в общем то это в какой-то степени можно сказать мое мнение да но я вижу что человек очень целеустремленный и в этом я его не обвиняю я просто констатирую факт до человек очень целеустремленный это достигатор у которого все нацелено на успех и в данном случае так сложились обстоятельства что появилась возможность достичь своей цели и человек нацеленный на успех в последний момент не откажется от этой цели даже невзирая на то что обстоятельства там как-то складываются что приходится отказываться от своих ну даже не от своих убеждений от от каких-то моральных принципов и у него забегая немножко вперед в натальной карте вот этот момент очень четко обозначен я вам это покажу на просто вот я сейчас вижу что перед нами человек достигатор который пойдет по костям и в общем то то что сейчас вот он занимает эту позицию ну так получилось да так получилось и он скажем невзирая на то что не до конца уверен в правильности да просто ему так удобней вот такая вот позиция дальше следующий фрагмент ну вот что касается вот этого до момента для меня он показался важным еще момент давайте посмотрим тоже здесь вот как раз знаете что-то зарыто вы мне в комментариях пожалуйста объясните какие слухи может быть ходят может еще что-то может вы что-то знаете но здесь мне показалось что даже алена боится спрашивать давайте смотреть флагом руки я это значит я работаю в редакции портала супер который этим занимается как ты думаешь заинтересовалась ли я сейчас и вот обратите внимание алена вместо того чтобы как-то наоборот выдвинуться вперед она заправляет лацканы своей одежды то есть она как бы прячется да она ну сказала нам что она будет интересоваться но при этом такой вот невербальный сигнал что наверное я все таки сказала но не буду не буду в это в это влезать потому что опасно то есть вот этот страх со стороны алены мне показался подозрительным не знаю что вам покажется и а по этой по коленке стукнула да и пнула ногой то есть не ну нафиг лучше я не буду сюда лезть то есть понимаете какая-то странная ситуация даже алена боится туда копать будет ли тебя со съемок я скажем так не могу так да да добить формы ручки я не скрываю но не афиширую это как не скрывая но не афиширую то есть кто то есть ну кто я не скажу нет не знаю все ребята следить за шаманом и найдем его шаманку да и прям за за волновались оба причем алена пинает ногой а здесь слишком громкий смех ногу задвинул именно на слове шаманка почему-то вот вот что что не так я не знаю но прошу вас мне подсказать в комментариях что вы знаете об этой истории потому что здесь слишком как-то очень скользко да значит и еще один фрагмент который она говорит об аргументации человека да она мы как уже понимаем что человек очень целеустремленный шел к успеху долго вот еще один штришок к портрету который я посчитала важным вам показать очень неплохая кавер-группы мы стали чесать корпоративы по городам россии вообще у нас в общем-то было все хорошо в плане заработков и так далее и наш директор концертный ко мне подошел сказал слушай а тогда уже голос проект кремел говорить слушай а давай мы попробуем на голос пойти может быть это и ценник бы увеличил и вот это ну то есть в общем то это такие были достаточно такие цели простые очень что дало тебе участие в шоу голос на года полтора два после этого повышение стоимости нашей группы при продаже на корпоративе да конечно в общем то это все это было просто цель вот такой повысить гонорар я понимал что там своих песен все равно не споешь все равно там говорят какие песни нужно петь и в любом случае это ну история если мелькать уж в телеке то там это надо делать постоянно потому что телевизор есть такое свойство там очень быстро все забывается да и из этого фрагмента в том числе я поняла что человек четко знает свои цели четко знает как к ним идти не растрачивает себя на какие-то пустые эмоции и так далее то есть надо повысить гонорар да ну значит схожу на этот конкурс поиграюсь в это потому что четко знает чего хочет вот параноял он так и делает да вот параноял и они даже женятся для того чтобы чего-то достигать где-то там что-то делать так как надо но и ну что флаг в руки в общем то это это нормально да нормально за исключением одного пунктика он очень важен человек пошел на сделку совести но это мы оставим у него на совести а мы с вами разберемся немножечко в его космограмме почему человек в данном случае выбирает вот такие вот вещи где ну вот цель да цель оправдывает средства а значит что мне об этом говорит а смотрите вот венера аспектирована очень ну вот негативно вообще вот все эти красные полосы вот вот эти вот соединения между планетами это там где планеты ругаются вообще вот все соединения между планетами это планеты общаются да а зеленые это они общаются позитивно это взаимовыгода взаимовыручка да какая-то но когда планеты друг другу помогают вот зеленые линии вообще вот когда мы смотрим космограмму а красные это когда планеты не находят общего языка и либо конфликтуют, либо, ну, не знаю, там, ругаются или дерутся, да, вот, когда оппозиция, они вообще дерутся, да, ты, либо ты, либо я, да, вот, вот такие вот всякие ультиматумы ставят владельцу этого гороскопа, да, и что мы видим, от Венеры, вообще вот личные планеты, которые отвечают за эмоции, это Луна и Венера, то есть Луна, это душевность, это эмоциональность, да, Венера, это способность любить, это любовь, и мы видим, что от Луны и от Венеры идут негативные аспекты, причем от Венеры сразу к двум планетам, и вообще вот личные планеты, которые отвечают за личные качества, это у нас Солнце, Луна, Меркурий, Венера и Марс, значит, и Луна и Венера, это такие прям вот про то, как человек выражает свои эмоции, и здесь мы видим, что, ну, как-то вот не очень хорошо у него с этим, потому что эти планеты находятся в конфликте, вот именно эти планеты, да, то есть человек при выборе из всех возможных выборов, он не будет учитывать эмоциональную часть, он будет оперировать какими-то другими факторами, которые для него важны, значит, от Венеры идет квадрат к Нептуну и к Урану, которые в соединении, вообще вот в принципе человек очень целеустремленный, я еще раз повторяю, потому что смотрите, вот здесь вот прям соединение Солнце, Марс и Плутон, это как раз вот достигаторство, эго, умение продвинуть себя, да, вот умение поднять пятую точку и что-то делать, да, и здесь еще и мощь такая энергетическая, то есть вот все, что в нем есть такое заложено, что он может использовать, да, и смотрите, очень хорошо они аспектированы, здесь идут зеленые соединения, да, с другими планетами, тут Сатурн хорошо, дисциплина помогает, мы знаем, что он долго учился для того, чтобы он видел цель, да, он очень целеустремленный, вот это танк, понимаете, это человек, который достигнет всего, причем это все в Скорпионе находится, то есть человек, у которого вообще нет границ, это человек, и Плутон тут, то есть это, это вот все, что у него есть, он направит на успех, это человек, у которого под ногами лучше не путаться, но, значит, смотрите, от Венеры, все-таки вернемся к его эмоциям, от Венеры идут негативные аспекты, квадраты, к Урану и к Нептуну, значит, Нептун это, ну вот в плане эмоций, да, ему очень важно, как сказать, у него очень много страхов, комплексов в отношении любви, да, жертвенная какая-то, любовь он предпочитает, и вот это вот получается, что сложно, сложно в отношениях этому человеку, и квадрат Венера Уран, он ищет очень оригинальных партнеров, вот прям, ну, партнерша, я не знаю, как там, то есть ему нужна какая-то оригинальность, ему нужно, чтобы это было прям вот из ряда вон, вот, чтобы такое что-то, да, ну, и от этого же он сам страдает, а, значит, Венера, это еще не все, а вот самое страшное, что, ну, самое неприятное, скажем так, что, ну, вот у этого человека я вижу, это луна, луна, ну, нехорошо аспектирована, смотрите, оппозиция солнца с луной, то есть эго с эмоциями, его сознательная и бессознательная часть находятся в конфликте, в вечном конфликте, ставят его перед выбором, или я, или он, да, выбирай, всегда выбирай, и ему приходится выбирать, и на, ну, скажем так, выбор, скорее всего падает все-таки на вот проявление своего эго, потому что здесь больше успеха, здесь больше получается, вот с такими данными у него действительно все получается, и лучше сюда ставить, чем какие-то эмоции, да, потакать своим каким-то эмоциям, которые все равно приведут к тому, что и социум не очень меня все равно примет, да, если я впадаю в эмоции, да, и поэтому, конечно же, он всегда выбирает рациональность, но смотрите, все-таки от эмоций есть мостик, мостик к тому же успеху, через упорядочение, через Сатурн, вот через Сатурн, через структуру, через какие-то правила, он действительно может вот эти эмоции, структурируя, он опять преобразует, получается, в продвижение, и здесь я вижу, ну, действительно, человек-достигатор, который не, скажем, не обращает внимания на какие-то ненужные эмоции, как он считает, да, но это, конечно же, очень субъективно, просто при таком выборе, да, когда вот выстрелила песня, и получается, хочешь, не хочешь, а занимай вот эту позицию, да, то есть ты у этой аудитории ты стал успешен, поэтому тут даже вопроса не стояло, выбрать эмоции, да, и, ну, начать как-то нервничать, а сразу был сделан выбор, ну, с его точки зрения правильный, и вот так вот, что, ну, то есть здесь все было предсказуемо, да, вот эта вот паранояльность, она тоже вот в этом всем отражается, и еще, смотрите, вот личная планета, это Меркурий, а он вообще никак не связан с другими планетами, то есть вот по личным планетам, я вижу, что перевес находится на той стороне, которая отвечает за достигаторство, вот и все, поэтому, ну, что поделать, вот такая вот история, знаете, завершая наш эфир, хочу сказать одним словом, объяснить его позицию, ничего личного, это просто бизнес, вот такие люди, как правило, и выбирают вот такую точку зрения, ну, напишите свое мнение, пожалуйста, ну, как вы считаете, да, я старалась, конечно же, быть максимально корректной, да, потому что, ну, для меня это совсем не моя позиция, но я понимаю также и другую позицию, есть люди разные, каждый человек уникален, и поэтому, конечно же, ну, вот в данном случае мы видим человека, который, ну, ни перед чем не остановится для достижения цели, и, в общем-то, мы это все видим, да, значит, ну, я с вами буду прощаться, не забывайте поставить свой лайк или дизлайк этому видео, как вы считаете, напишите в комментарии, что вы считаете по этому поводу, какое у вас отношение, и вот, кстати, многие мне написали, что почему-то идет отторжение, а вот именно поэтому, потому что мы хотим видеть более эмоционально наполненных людей, а здесь человек, в общем-то, ну, это танк, танк для достижения своих целей, вот, ну, как, ничего личного, это бизнес, вот и все, поэтому, да, если вам интересно в себе разобраться, кстати, можете записываться ко мне на консультацию, под видео все ссылки есть, приходите на обучение, в общем, ну, что еще, до новых встреч, пока-пока, сегодня просто коротенький выпуск, я решила сделать, ну, что, долго разбирать, ну, вот, вот так вот, напишите свое мнение, я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!